Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами режиссер, который вот-вот порадует Владивосток своей очередной театральной премьерой. Это Вадим Данцигер. Здравствуйте, Вадим! Вадим Данцигер – российский актер, режиссер театра и кино. Окончил Иркутское театральное училище, а позднее ГИТИС – мастерскую Леонида Хейфица. В качестве актера выходил на сцену театра Российской армии, работал в объединении творческие мастерские, а также исполнил несколько ролей в кино. Затем полностью переключился на режиссуру и именно в этой профессии получил широкое признание зрителей и коллег по цеху. Спектакли Вадима Данцигера отмечены многими театральными наградами, а созданные им постановки успешно идут на сценах российских театров в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и, конечно, во Владивостоке. В Владивостоке практически уже свой человек. Скажите, вот тут очевидный факт, который приходит в голову, когда слышишь, что в этом сезоне театр Горького ставит вассу, что театру, который носит имя Горького, необходим спектакль по пьесе Горького. Это и было стимулом для того, чтобы начать эту работу? Нет, ну это был один из стимулов. Плюс все-таки год юбилейный, 150 лет автору, поэтому сочетание причин и следствия, исходя из этого, возник этот проект. Как известно, существует два варианта пьесы. Один написан в 1910 году, второй значительно позже, в 1935, уже незадолго до смерти Горького. К какому обращаетесь вы и почему? Это первая редакция, написанная в 1910 году. Начнем с того, что это действительно две кардинально разные пьесы. У них названия похожи, а даже истории, в принципе, разные. И вот в первой редакции мне показался образ вас более жестче, более трагичнее. Что более, мне кажется, перекликается с нашим временем. А вот когда вы ставили женитьбу здесь, в Театре Горького, я помню ваши слова, вы сказали, к сожалению, то, о чем писал Гоголь в своем произведении, актуально и по сей день. Вот это именно к сожалению, да? Вы знаете, в данном случае я снова повторюсь и скажу, что, к сожалению, эта пьеса актуальна. Понятно, что центром всего происходящего на сцене является главный женский образ, заглавная роль. Наверное, это была такая основная работа строительная, которую вы проделываете вместе с актрисой. Как она происходит? Ой, ну если я начну рассказывать, как это происходит, это займет очень много времени. Ну, в общих чертах я могу сказать, что это история о женщине, которая жертвует своими детьми ради будущего рода и ради того бизнеса, который она ведет. Делает ставку на неродных детях ради перспективы, что называется, своего рода. Мне как-то доводилось слышать такую, знаете, литературовеческую дискуссию по поводу этого произведения. И вот одна из женщин, принимавших в ней участие, она главный редактор какого-то литературного журнала. Она сказала, вот вы не поверите, но я всю свою жизнь чувствую себя практически в вас и железновой. В том плане, что, ну там, везу на себе весь этот груз по работе журнала, который не могу передать никому из своих младших коллег. Как вам кажется, вот в нашей современной жизни часто ли мы можем приглядевшись увидеть вас современных? К сожалению, да, потому что помимо женщины, занимающейся бизнесом, здесь есть очень много еще как бы моральных аспектов в этой пьесе. И вот в данном случае здесь этим вассом остается только сочувствовать, потому что те жертвы, на которые они идут, и вот эта тема, когда цель оправдывает средства, очень спорный вопрос на самом деле. Оправдывает ли? И вот этот вопрос стоит в центре основной темы этого спектакля. Ответ на этот вопрос зритель должен найти сам. У ваших спектаклей часто бывают некие подзаголовки, да, вот, которые вы им даете. На этот раз есть некая фраза, которую вы ставите в заглавие? Рабочее название, от которого мы отказались и в результате оставили авторское название, это была «Мамаши». Даже во множественном числе, потому что в финале мы выруливаем не только посредством образа вас, а еще и Анна и Людмила, это вот такие три женских образа, работающих на одну цель. По сути своей, они в финале объединяются в некое такое триединство. Васса – это такая мать, идущая на жертвы. Это Анна, девушка достаточно очень, на мой взгляд, алчная и тоже прибивающаяся к этому бизнесу. И Людмила, ну, может быть, более чувственная из всех троих, но она и моложе, поэтому ей это более свойственно. Вот три эти женщины являются вот этим центром вселенной в финале спектакля. Как вам кажется, вот у зрителя не может возникнуть некое предубеждение, ну, когда вот человек слышит, что ставится пьеса пролетарского писателя, известного Максима Горького? Может ли неподготовленный зритель расценить это как, ну, несколько неактуальный материал? Вы знаете, основная тема – это тема конфликта детей и родителей. Да мне кажется, от нее невозможно уйти, пока есть дети, пока есть родители. А это основная группа, сталкивающаяся в конфликте в этой истории. Она абсолютно актуальна. Я не знаю, что зритель подумает, увидев афишу и отталкиваясь от названия. Но мне кажется, что придя на спектакль, он поймет, что все гораздо тоньше, интереснее и актуальнее, чем кажется на первый взгляд. И то, что, как вы сказали, автор пролетарский, ну, про него сказали, что он пролетарский. Да, конечно, это абсолютное клише, которое все знают из учебников. На самом деле, это величайший автор XX века. И он по своей значимости и уровню равноценен таким авторам, как Толстой, Достоевский, Чехов. Вот я не ставлю между ними какие-то, скажем так, уровни. Они примерно одного уровня все. Это мощнейший автор, мощнейший писатель и драматург. Следующий вопрос, конечно, по-хорошему стоило бы задать исполнительнице за главной роли Светлане Слахудиновой. Но, тем не менее, вот чем она и чем вы оправдываете главную героиню? Ведь актеру необходимо всегда найти оправдание, да? Ну, однозначно, совершенно нельзя играть героя, не имея какого-то оправдания его действиям. Поэтому вы абсолютно правы, что, конечно, этот вопрос в первую очередь исполнительница главной роли должен быть адресован. Но так как мы работали над образом все равно вместе, то, наверное, я здесь могу сказать следующее, что оправдывает ее только одно – она в какой-то момент, наступив на себя как на женщину, ради вот этого дела семьи, ради той некой перспективы, которую она себе придумала, ну, сначала она с мужем, потом она одна, когда уже стала самостоятельно вести дела, она убила в себе женщину ради, скажем так, того светлого будущего, который она себе придумала. Хорошо ли это, плохо – это вот как раз та система вопросов, которые мы, как художники, обязаны задавать, ставить эти вопросы. А зрители, и это их работа внутренняя, придя в театр, они должны найти ответы сами для себя. Потому что театр не должен навязывать ответы. Задача театра и функция театра – задавать вопросы. Поэтому пускай они думают и ищут сами ответы. Вот скажите, из тех вас, которым подступались в разные годы театральные режиссеры, кинорежиссеры, такие как Глеб Панфилов из театральных Анатолий и Васильев, какая из этих интерпретаций ближе вам, как к зрителю, если вы можете воспринимать это глазами зрителя? Вы знаете, всего понемножку. Вот для меня образ Вазы более собирательный. Во-первых, из людей, которых я встречал в своей жизни, формировался этот образ. Из образов, которые были в кинематографе и в театре, из того, что я видел, тоже немножечко, по чуть-чуть взято что-то у Панфилова, что-то… Ну, что значит «взято»? Не в смысле того, что мы это украли, а в смысле… Там было очень точно это подмечено, и мы с какими-то составляющими этого образа просто сталкиваясь, соглашались, потому что да, это так, это действительно из жизни, это правда. Вот из таких вот фрагментов и осколков ну вот формировался наш образ Вазы, поэтому сказать конкретно, какой образ вот ближе всего, здесь очень сложно, это очень собирательный образ в нашей истории. Давайте уже, наверное, будем отходить чуть подальше от самого спектакля. Вот у вас с Владивостоком сложилась уже почти такая родственная история. Да я прям чувствую себя частью Владивостока. Да, если бы было Владивостокское гражданство, вам наверняка бы уже его вручили. Я бы с удовольствием принял бы это гражданство. Да, да. А что помогло сложиться такой вот хорошей историей творческой с тем городом? Труппа актерская, с которой вы с удовольствием работаете? Или что-то? Ну, вы знаете, тут много составляющих. Ну, в первую очередь, конечно, ну, я так, может быть, пафосно скажу, но огромное спасибо моему крестному отцу Ефиму Семеновичу Звенятскому, благодаря которому я в первый раз оказался в городе Владивосток, познакомился с труппой. У нас действительно сложились очень, не просто профессиональные, а дружеские отношения. Возникла какая-то командность в труппе. И вот так вот степ-бай-степ от постановки к постановке мы стали прирастать друг к другу. И вот все это выросло, скажем так, в то, что сейчас я уже как минимум год буду плотно работать плечо к плечу с Ефим Семеновичем в этом театре. То есть следующие шаги, ваши совместные, они уже известны? Уже известны. Мы после Нового года на малой сцене. Я запускаю постановку спектакля по пьесе Галича «Матросская тишина». Но это будет малая сцена. И так до конца 2018 года, в принципе, намечены какие-то названия. Пока не хочу открывать. Пускай будет такая немножко интрига, чем мы будем заниматься дальше. Но есть планы и на будущее тоже. Как я понимаю, наших актеров вы уже, что называется, разглядели, да? Многих попробовали в совместной работе. А что касается Владивостокского зрителя, что можно сказать о нем? Зритель в городе Владивосток не сильно отличается от зрителей вообще в России. Город, на мой взгляд, очень театральный. У всех разные пристрастия. Мне кажется, задача театра охватывать разные вкусы зрителя. И не бояться идти на какие-то эксперименты, и не забывать о классической драматургии, и о классическом психологическом театре, и браться за современную драматургию. Театр – это одна из составляющих нашей жизни. Поэтому мы должны быть живыми, а для этого не выпадать из времени. Вот вы производите из каких-то интервью впечатление очень мягкого человека. Я так внутренне предугадываю, что вы, наверное, очень деликантный человек в работе. Ошибаюсь ли я, или это правда? Ну, это вопрос скорее не ко мне, к тем, с кем я работаю. Но, в принципе, я предпочитаю избегать конфликтов в творчестве и в театральном делопроизводстве по одной простой причине. Продукт, создаваемый в любви, более живучий, более тоньше. Да и процесс доставляет, на мой взгляд, больше удовольствия, если он создается, спектакль создается, скажем так, в атмосфере любви. Я просто предыдущим вопросом немножко подводила к цитате из Валерия Фокина. Он как-то сказал, не запомнил, и сказал, что иногда совершенно необходимо довести актеров до отчаяния. Так называемая режиссерская провокация, о которой говорил Фокин, она имеет место быть, но только там, где ты не можешь воспользоваться другими актерскими кнопками. Вот, грубо говоря, когда эти кнопки не работают, тогда иногда приходится актера немножко встряхнуть, иногда приходится, конечно, прибегать к этим методам, но главное не унижать и не оскорблять артиста при этом. А в состоянии отчаяния иногда актеры могут, да, творить чудеса. Но, опять же, это не сама цель. Это всего лишь один из методов работы, один из рычагов, не более того. В современной театральной жизни больших городов много чего происходит. И сейчас, наверное, довольно большой выбор. Есть некие классические, да, там, постановки, авангардные, скандальные, самые разнообразные. Как вам кажется, что должен внести в себе спектакль современный, чтобы стать событием? Правду жизни. Под правдой жизни я не имею в виду, скажем так, психологический ли это театр, я не о это не вижу. Я имею в виду соответствие того, что происходит на сцене с жизнью, в которой мы живем. И, как следствие, это либо попадает в зрителя, сидящего в зале, либо нет. Допустим, слово «актуальность» здесь не совсем точное. Мне ближе термин «правда». Правда жизни. Когда зритель в той проблематике, которая происходит на сцене, видит частичку своей жизни. Когда в том или ином герое он видит частичку себя. Вот такой театр мне близок и очень дорог. Из многого, что вы говорили в нашем интервью или в ваших предыдущих интервью, совершенно несложно понять, что вы человек, который очень любит театр. Да. В то же время у вас возникали некие профессиональные отношения и с кинематографом. Планируете ли вы продолжать их? Или все-таки театр, что называется, вам лав? Вы знаете, театр для меня был всегда приоритетен. И какие-то мои работы, связанные с кинематографом, они, как правило, возникали в те промежутки, когда я был свободен от театра. И если это совпадало с моей, скажем так, незанятностью в театре, я с удовольствием кидался в эти эксперименты и в эти авантюры, скажем так, кинематографические. При всем при этом, я всегда говорил продюсерам, которые мне делали те или иные предложения, о том, что театр для меня приоритетен. Если я свободен, то, пожалуйста, я в вашем распоряжении. Ближайший год очень плотно сформирован именно в театре, поэтому на ближайший год у меня никаких кинематографических планов нет. Тем более, что вы уже раньше сказали, что часть этого будущего года будет посвящена Владимиростокскому зрителю подготовке определенных постановок для нас, поэтому будем ждать с нетерпением. Спасибо, что вы здесь, что дарите нашим зрителям ваши прекрасные спектакли. Спасибо. Спасибо. Мне было очень приятно с вами увидеть. Взаимно. Субтитры сделал DimaTorzok